В январе 2015 года в городском округе Мытища была создана единая дежурно-диспетчерская служба. А чуть позже, в июне того же года, была организована служба экстренных вызовов 112. Теперь это один дружный коллектив, работающий на благо округа. За успехи и плодотворную работу сотрудников службы пришли поздравить почетные гости Алексей Калинин, лидер общественного мнения, и депутат Совета депутатов Михаил Мурзаков. Коллектив 112 наградили почетными грамотами главы городского округа Мытища. Каждый сотрудник вкладывает в свою работу много физических и душевных сил, ведь проблемы, с которыми обращаются граждане, всегда разные. В минуту беды жители звонят именно им. Павел Блинов работает оперативным дежурным ЕДДС с начала ее основания. Он, как и многие другие, был отмечен за добросовестный труд. Люди звонят со своими проблемами, хочется им помочь, потому что иногда ночью остаются один на один с бедой. Кто-то должен же помочь им. Вот для этого и создана дежурная служба. Сотрудники ЕДДС проходят профессиональное обучение в Звенигороде. Их задача – освоить специализированную компьютерную программу и получить навыки общения с гражданами. Возглавляя службу Дмитрий Андронов, он поделился с нами перспективами развития ЕДДС. Перспектива, наверное, скорее всего, это техническое развитие. То есть служба. В принципе, народ уже обученный, опытный. Скажем, с таким, в общем, три года это уже считается нормальным опытом работы в любой сфере. И что-то изменение ждем, например, улучшение геопозиционирования. То есть, опять же, работа программы. То есть, да, то есть еще может какая-то перспектива подключения дополнительных служб к нашей непосредственной технической части. Если сейчас напрямую по цене карточки можем отправлять в полицию, скорую, пожарную, службу газа, может быть, какие-то другие будут. Служба 112 городского округа мытищик является одной из лучших в московском регионе. Свою работу они выполняют оперативно, понимая, что от них порой зависят судьбы людей. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День».